Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя Господи. Благослови, Душа моя Господи. И вот некто именем Закхей, начальник матерей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать, и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, Господи, половину имения моего я дам нищим. Если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Такие евангельские строки в сегодняшний день мы слышим. С сегодняшнего дня начинается такое веяние будущих радостных дней Великого Поста. Сегодня мы с вами слышим эту евангельскую историю о Закхее, о его желании увидеть Христа, о его покаянии. О том, как Господь принимает его. Но вернемся к началу, давайте по порядку. Город Ирихон. В городе Спаситель бывал довольно часто. Мы сможем с вами вспомнить о Ирихонских слепцах. Здесь вот о Закхее речь идет. Город, в котором многие люди слышали о Христе, видели его. Кто-то посредственно участвовал в каких-то событиях, связанных со Христом. Кто-то мог это видеть издалека, от кого-то знал. Но людей равнодушных-то, видимо, не было совсем. И вот в этом городе живет человек. Сказано, некто именем Закхей. Евангелист Лука здесь не дает никакой характеристики поначалу этому человеку. Но некоторые особенности указывают. Начальник мытарей и человек богатый. Вот в этих вот уже четырех словах уже можно много сказать, много нам представить. Матери-сборщики налогов, зачастую покупавшие себе право у Рима собирать налоги в пользу римской казны. И пользуясь этим правом, зачастую откровенно грабили свой собственный народ. На этом наживались. Матери не любили. Считали вообще хуже всякого грешника, хуже всякого предателя. Ну, в общем-то, они зачастую и заслуживали такого отношения к себе. И вот этот человек был у них начальником. Знаете, как часто? Ты плохой, а вот начальник твой тут точно плохой. Потому что, ну, если ты у него в подчинении, вот ты такой вот, скажем, негодяй. Потому что он-то раз тебя терпит, раз тобой управляет, так он дважды негодяй. Ну, такое бывает у нас у людей. И зачастую вполне законно, что ли, возмущение вот такими людьми. Ну, начальник. Причем, еще что можем сказать? Ведь, скорее всего, не сразу начальником стал. Видимо, выслужился. Видимо, много времени на это потратил. Скорее всего, человек уже был в годах, ну, как всякий начальник, по крайней мере, хоть в своей среде, но был человеком уважаемым, наделенным властью в том числе. Мог командовать, распоряжаться. Был вхож, возможно, в какие-то круги определенные. Знаете, как бывает, простой народ мог ненавидеть. Матерей, ну, а, скажем, какие-то вот люди знатные, высокие, вполне могли с ними общаться. То есть, ну, как ценности жизненные схожи. Обогащение, жизнь какая-то приятная. Правда же, говорят, что вот, да, хочешь узнать, какой человек, сделай его своим начальником, своим руководителем. И узнаешь, в общем-то, многое, что увидишь. Потому что власть людей портит. Вот, хочешь еще раз узнать, какой человек, дай ему много денег, тоже посмотришь. То есть, на что его сердце склонится. К сожалению, очень часто люди, опять же, портятся от какого-то богатства. Наверное, из-за кения был исключением. Вот написано, человек богатый. Ну, как богатый? Не на одну зарплату жил. На одну зарплату богатым-то не смог бы стать. А вот за счет вот этого обогащения. Может быть, какой-то процент забирал со своих подчиненных, как, опять же, это нередко бывает. Принимал, может, какие-то еще и взятки. Ну, пример обычного чиновника. Чиновника такого нечистого на руку. Ну, здесь не в осуждении сказано. Просто это, к сожалению, такое состояние, что ли, для нас привычное, для нас людей. Вот, видимо, он искал видеть Иисуса. Тоже хотелось ему видеть, тоже хотелось посмотреть. И почему так оно произошло? Ну, вот здесь нам остается предполагать, Господь ли коснулся сердца его? Или не до конца ли он совсем уже сгнил внутри себя, да, вот в этом вот, в желании обогащения? А может быть, в конце концов, я пришел к выводу, что все это тлен, что все это суета. При всей своей власти, при всем своем богатстве, я все равно остаюсь человеком глубоко несчастным. Видя не любовь, а порой и открытую ненависть со стороны своих соплеменников, вижу неуважение их к моей семье в том числе, вижу вот этот вот страх потерять эту власть, потерять это богатство в любой момент. Все, что угодно, случись первыми, да, вот, полетят голову таких, как он. А вот он понимает, что ведь раз я обманываю, раз я преступник, так я и против Бога, ведь я нечистый. К чему такая жизнь? Бывает, человек доходит с возрастом до такого состояния. Но очень часто, однажды, опять же, прожив жизнь, поняв, что то, что он, чем он наполнял свои годы, человек боится, страшится, приходит в ужаснейшее состояние, в состояние отчаяния, понимая, что я могу изменить, что я могу исправить. Но вот что мог Закхей вот тогда исправить в своей жизни? Пойти и раскаяться перед всеми людьми, и на него бы и слушать никто не стал. Сказали бы, да все, ты врешь, ты обманываешь, знаем мы тебя. Все это раскаяние нечестное. Кто бы полюбил его? Ведь это самое главное. Все люди нуждаются в любви. Кто бы смог его принять? Ну кто? Все вокруг были им обижены в той или иной степени. И он, понимая, что вот, ну, некому пойти, услышав о Христе хоть что-то, возможно, вот, решил посмотреть. Ну, вот хоть один вот человек, говорят, есть, который как-то всех любит, всех прощает, всех милует. Все остальные готовы там злиться, ругаться, вот он, в нем такого нет. Хотя бы издалека на него посмотреть. Уж не то, что пойти там к нему, там стать учеником, какое там, хотя бы издалека посмотреть, какие люди-то бывают по-настоящему. Такое, кстати, бывает, это такой плод внутреннего покаяния. Это вот такое стремление уже к добру, стремление к чистоте, стремление вот к святости настоящей. Да, ты еще не знаешь, где она и какая она. Ты не представляешь, что ты можешь в жизни сделать, чтобы как-то приобщиться к этой чистоте, но тебе хочется хотя бы издалека почувствовать. Это, знаете, бывает, вот, самые отъявленные преступники порой приходят в храм и плачут. Плачут. Плачут еще, понимая, что не в силах что-то в жизни своей порой уже поменять, но все равно чувствуют. Чувствуют, что Бог ведь и на них взирает, и с любовью взирает. Ну, что здесь мы видим дальше? Маленький рост там был, Закий, даже на дерево он полез, чтобы Христа увидеть. В толпе ведь не подойти, да, и сколько будет там злобных взглядов, и руганий, да и просто страшно, и просто неловко, да и просто не хочется. Как-то так вот. Ну, вот захотелось другого. Старый человек на дерево полез. А что Господь? И он, проходя мимо этого места, взглянул, увидев и сказал, Закий, сойди скорее. Сегодня мне надо бы на тебя быть дома. Что не бойся, хватит уже бояться. Страшно тебе за жизнь свою? Хотелось тебе увидеть меня? Ну, вот смотри, вот я с тобой. Я готов к тебе прийти. Ты мне не чужой. Пусть все от тебя готовы отвернуться, а тебе не отвернусь. Потому что ты пришел вот ко всякому, кто желает новой жизни, кто желает отрести свою греховную скверну. Да, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. И вот настолько этого Закия мы здесь видим проняло, вот эта милость Божия, снисхождение Божие. Да, здесь нам Господь показывает, что ни кем Он никогда не чурается, никого, ни от кого не отворачивается. Лишь бы ты захотел быть с Ним. И видим, что вот желание быть с Богом, оно всегда венчается успехом, если ты начинаешь делать какие-то шаги. Хотя бы издалека захотел Закия взглянуть на Христа. И что в итоге Он сказался с Ним вместе рядом. Да, дальше ведь, смотри, это уже плоды покаяния, вот это решение поменять свою жизнь. Да, что, Господи, половину имени мы отдам нищим. Да, еще полдня назад Он держался за это имение свое, как за единственный, пусть мифический, но кусочек счастья в своей жизни. Хоть на что-то надеется. Тому заплатил, тому заплатил. Может, отстанут. Может быть, и жизнь поспокойнее будет. Тут Он все готов отдать. Вот. Найду всех, кого убил, в четвери им отдам. Все записано. Ну, в общем-то, что ж, налоговая служба, все записано. Пусть сам нищестану, но вот хочется мне поменяться, хочется мне вот твою, Господи, любовь в своем сердце сохранить и соответствовать ей, чтобы было вот это сотрудничество. Так что зря тут фарисеи злобились, роптали и ругались. Говорили, он зашел к грешному человеку. Да, был грешный до этого момента, а пришел к Христу и оправдался. Почему Господь говорит, что и он сын Авраама. А как Авраам стал праведным? Вера вменилась ему в праведность. Вера. Он поверил Богу, доверился. Да, и то есть вот после этого уже стал братцем этого народа, патриархом Авраама. Так вот и здесь Закхи поверил во Христа, доверился ему. И все, Господь готов ему все, забыл все, что было. То есть у каждого человека есть возможность прийти к Богу и начать жизнь заново, какой бы он ни был. Это ему не помешает ни возраст, ни положение какое-то в обществе. Было бы желание. Вот такие евангельские строки в сегодняшний день мы с вами слышали. Читали мы Евангелие от Луки, главу 19, с 1 по 10 стих. Всем напоминаю о необходимости чтения Священного Писания ежедневно по одной или по две главы. Ну, конечно же, кто желает, может читать и больше. Преподобный Серафим Саровский ежедневно вычитывал весь, всех четырех евангелистов. Благословение Господне, да, пребудет со всеми нами. Благословение Господне, да, пребудет со всеми нами.